Летопись из жизни Мексики конца 19-го, начала 20-го веков Хуасек Ваделопа Пасада был художником из низов. В 15 лет он начал работать в типографии и впоследствии стал тем, кого до сих пор называют гениальным гравёром. Пасада обладал феноменальной работоспособностью, но умер в бедности и забвении. И только в 20-е годы 20-го века его работы стали коллекционировать мексиканские интеллектуалы. К нам приезжал представитель музея, замдиректор музея Станкилия. Мы совместно с ним около двух недель монтировали эту выставку. На выставке очень много текстов, которые помогут посетителям проникнуться, как-то окунуться в культуру Мексики. И это нужно было все перевести, адаптировать на русский язык, чтобы это было понятно, какие-то национальные особенности. Из коллекции музея писателя Карлоса Мансивайса в Пермь мексиканцы привезли 375 работ Пасада. Это газетные карикатуры, политические листовки, похожие на наш лубок. Иллюстрации к книгам, брошюрам, сказкам и даже игры, открытки, оракулы и карты. Художник зарабатывал себе этим на жизнь, и после него только у коллекционеров остались тысячи гравюр. А сколько их было 150 лет назад, уже не скажет никто. Вообще, Пасада никогда не останавливалась. Он ходил из мастерской в мастерскую, и буквально, если узнавал, что есть какой-то заказ, тут же быстренько выполнял какую-то работу, шел в следующую мастерскую, и дальше выполнял следующий заказ. Какой-то трудяга. Выставка дополнена навигацией. Рисунки скомпонованы по темам. Одна из самых шокирующих – это черепа. Для мексиканцев это символ не смерти, а равенства. У них даже есть праздник мертвых. Самая известная работа Пасада – череп Катрина, национальная гордость Мексики. Такая богатая, известная женщина из высших условиях общества, но зовут ее не прямиком Катрина. А Катрина по Мексике так-то словно переводится «кровать или постель». И вот те люди, которые могли себе позволить «кровать или постель», их называли прозвище Катрина, как вот такие некие богачи. И, может быть, почему этот образ очень полюбился, что даже ты, богатая, известная после своей смерти, станешь такая же, как мы, и мы будем все одинаковые. Много здесь и религиозных образов – святые, девы и чудеса. Один из главных – святая дева Гвадылубская. Все работы оригинальные, только небольшая их часть – оттиски 2011 года, сделанные с оригинальных досок гравера Пасада. Их тоже интересно посмотреть, чтобы понять, насколько это была тонкая работа и восхититься трудоемким мастерством мексиканского графика. Чтобы посмотреть все работы, надо запастись как минимум часом времени. Выставка Хосе Гвадылуб и Пасада из коллекции Карлса Мансивайса открыта в левом крыле на первом этаже художественной галереи. С KEО МОДО til КРУЛЕЙ ВОЛЖЕНИЕ. Продолжение следует...